Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я продолжаю начатый мной проект о блогерах, которых я смотрю, знакомить вас с ними. И сегодня у меня в гостях очень интересная девушка из очень интересной страны под названием Япония. Зовут эту девушку Илона. Очень несправедливо, что на ее канале совсем-совсем мало зрителей. Я не знаю, с чем это связано. Я решила вас обязательно с ней познакомить. Потому что узнав, что она за человек, вы зайдете на ее канал, и я думаю, что вам там понравится, и вы непременно там задержитесь. Итак, знакомьтесь. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня для вас очень интересный сюрприз. Я пригласила к себе на канал в гости и попросила ее дать мне интервью. Одну очень симпатичную девушку, проживающую в очень-очень интересной стране под названием Япония. Зовут эту девушку Илона. Илоночка. Привет! Привет! Всем привет! Вот. Эта девушка, как я сказала, проживает в Японии уже 18 лет. Имеет двух мальчиков. Очень хорошая мама. Я просто таких мам еще не встречала. Вы зайдете на ее канал, вы в этом убедитесь. Потому что у нее есть такой тег, если вы его посмотрите, я его недавно смотрела. Какая Ямама, да, он называется? Какая Ямама. А? Какая Ямама, да, по-моему? Это тег. Тег называется. Ну, называется, да. Вот. Зайдите обязательно, и вы уже поймете, что это... Таких мам надо поискать. Это вот симбиоз между русской женщиной и японской... Японскими традициями, которые она в себя впитала. Вот такой вот дает, на мой взгляд, очень интересный тандем. Скажи, пожалуйста, как ты попала в Японию? Как тебя туда занесло? Кстати, Илоночка у нас из Санкт-Петербурга. Я с ней познакомилась. Вот она зашла на мой канал, под моим видео про Санкт-Петербург, написала отзыв и написала, что она тоже из Санкт-Петербурга. А мы земляков очень любим. Я сразу же побежала на ее канал, посмотрела и уже тут же подписалась. А сейчас я просто не понимаю, почему у нее так мало народу, хотя там, я думаю, должно быть намного больше. Поэтому я хочу вас познакомить с ней, с ее каналом. Если вы еще не знаете, то узнайте. Так вот, Илоночка, еще раз повторяю, как ты попала в Японию из Петербурга? Спасибо, Танюша. Да, как я попала в Японию? Действительно, этот вопрос очень многих интересует. Ну, так получилось просто, что сначала я поехала в Японию на холмстей. А возможность эта возникла сначала, потому что, ну, в общем, я начала учить японский язык просто сама, самостоятельно сначала. И выучила там несколько иероглифов, там, какие-то приветствия смешные, типа, ухайо гудзайма. Ух ты! Ну, повторишь. Да, у меня все в семье вообще умирали просто, как я это говорила. Ухайо гудзайма, там, сутки дэсу, и так далее. Вот, для нас, конечно, это немножко так забавно. И, ну, в общем, так вот получилось, что возникла возможность ехать на холмстей. Я съездила один раз, потом там наш в Петербурге как раз открылся центр, японский центр, он находится, кстати, на Невском проспекте. Вот, и потом возникла возможность поехать второй раз. Я побывала здесь в Киото, немножко, ну, подучила тоже японский язык. Мне очень, конечно, понравилось. Ну, и вот я решила, что буду дальше продолжать как-то свою судьбу с Японией. Я здесь как раз познакомилась со своим будущим мужем. И я поступила в языковую школу, которая дает визу на целый год. И целый год я здесь изучала японский язык, ну, там традиции Японии и так далее. Ты просто героиня. Я не представляю, как вот так вот целый год в чужой стране изучать язык, ну, это вообще молодец. Мне здесь в Европе немецкий очень сложно сдается, поэтому мне не понять. Ты просто... Ну, демон, шпрехен, шпрехен. Для меня ты просто герой, герой такой. Значит, ты со своим мужем познакомилась вот так вот в школе в Японии. Я-то думала, что ты как-то по сайту вышла, через сайт знакомств, но ты вышла вот таким образом. Скажи мне, пожалуйста, а как меняется в процессе жизни, вот ты уже 18 лет живешь в Японии, характер русской женщины, петербурженки, такой северный. И вот живя с японским мужем, ты же традиции все вот эти вот японские должна соблюдать. И помимо этого еще и менталитет как бы приобретать тоже японский. Вот каким образом на тебя вот эта жизнь действовала? Как она действует? Ну, да, как она действует? Ну, в общем, объяпонилась уже совсем. По мне, по-моему, видно. Ну, япономать, япономать. Япономать, да. Это самое натуральное. Ну, конечно, все немножко влияет, немножко действует. И поскольку мне Япония вообще очень-очень понравилась, мне вообще хотелось вот первое время, ну, как-то найти общий язык с японцами, там, быть как-то более похожей на них, вот стараться себя вести больше так вот, как они. Вот, но на самом деле это все практически невозможно, потому что русская душа, как бы русский характер, он вообще совершенно не меняется. Меняется только вот, ну, наверное, стиль поведения, вот появляется вот эта сдержанность, которую, ну, просто если ты себя так вести не будешь, как все, то будешь слишком выделяться. Вот, поэтому... И так мы тут выделяемся. Тут же сразу видно иностранцев. Если там живешь где-нибудь в Германии, да, в Европе или в Америке, непонятно, иностранец или нет. А здесь сразу видно. А темперамент, в принципе, он как бы осуждается вот такой вот, да, быстро и побежала туда-сюда, туда-сюда, это, наверное, неприемлемо. Нет-нет-нет, это ничего, это все замечательно, это ничего не осуждается. Осуждается, когда ты говоришь, например, тебя спрашивают, ну, ты не хочешь там пойти куда-то, вот мы сегодня там будем вместе готовить, или там еще что-нибудь. Если, например, говоришь, ой, мне, знаете, спасибо, но мне это совершенно неинтересно, например. То есть вот так говорить нельзя. То есть вот так говорить нельзя. Я не могу там куда-нибудь пойти, или там еще что-нибудь такое. Но это не главное, это не главное. Я понимаю, Занечка, про что ты хочешь спросить, на самом деле, всем это действительно интересно. Вот как, да, ну, с мужчиной, как бы, как это вот отношение. То есть русские женщины, мы все ждем какого-то вот такого большого внимания, там, ухаживания, любви и так далее. Но внимание, конечно, здесь вот со стороны, в принципе, ну, окружающих, оно очень большое, потому что выделяешься, иностранка, кто-то пытается заговорить по-английски, значит, с тобой кто-то и там, да, показать, как пройти куда-то и так далее. Вот. А со стороны мужчины абсолютно никакого внимания. Да ты что? Как будто тебя нет вообще. Какой ужас. Какой ужас, девочки. Девочки, подумайте, прежде чем знакомиться с японским мужчиной. Ну, а что значит нет? Все они даже цветов не дарят, что ли? Ну, у них, значит, у них цветы принято дарить несколько раз всего в жизни. Значит, цветы дарятся на свадьбу, цветы дарятся, когда, например, женщина рождает ребенка и выходит из больницы. Да, вот она выписывается. Вот. Ну, и когда еще дарятся цветы? Не знаю, ну, когда идут на концерт на какой-то, может быть, там, артисту можно подарить цветы. Кошмар! А мне на день рождения? А мне на день рождения любимый-то? Ну, как же так? Да, либо цветы дарятся в горшке. А вот, ну, я сейчас вот покажу один цветок, который мне тут подарил муж после долгих, так сказать, объяснений-выяснений, потому что, ну, когда, конечно, молодые, только встречаешься, непонятно вообще, что такое. Меня что, мужчина разлюбил, что ли? Почему нет цветов, да? Вот, через год он мне подарил вот такой букет цветов, это сухие. Классно, ну, сухие, да? Такая сухие. Ага, композиция такая красивая. Да, да, они, значит, он сказал, представляешь, как это экономно? Уже 10 лет, значит, срок ареи 10 лет. 10 лет уже цветы покупать не надо. Говорит, посмотри, как это экономично. Слушай, с ума сойти. Может быть, это действительно в целях экономии они не дарят цветы, что это как бы вот, ну, я не могу сказать, что пердяйство такое, ну, как бы, ну, экономные такие, я вот не понимаю этого. Нет, 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 просто у них это не принято, действительно, то есть вот нигде, вот вы будете идти в Токио, там, ну, будучи туристами, никогда не увидите, что там идет, например, какая-то молодая пара, или там они встречаются, мужчин ей дарят цветы, ну, то есть то, что можно у нас увидеть, в общем-то, где-то даже на улице, или там, не знаю, в Питере, там, в переходе в каком-то, мужчина бежит покупать цветы и встречается там своим возлюбленным. Этого просто нет. Кошмар. А бриллианты? А бриллианты дарят? А, ну, бриллианты, это да, это совсем другое дело. Дарят, да? Бриллианты. Во-первых, полагается подарить бриллиантовое кольцо на свадьбу. То есть, ну, как бы, оно дарится даже до замужества. Но, как правило, там все вместе, со свадьбой все соединяется. То есть не просто обручальное кольцо, обязательно кольцо с бриллиантом. Ну, это, конечно, обязательно. Причем у бриллианта не просто, а у него есть сертификат, у него там есть и так далее, и так далее. Боже мой, и название еще, как у собачки, наверное, паспорт на бриллиант с названием. Дата рождения. Я первое время даже хранила эту, как бы, ну... Обалдеть. А потом передается по наследству, наверное, своим детям, да? Вот эти все документы вместе. Я говорю, потом по наследству детям передается, да? Да? Нет, ну, это я не знаю. Нет, я просто к тому, что, то есть, бриллианты, ты спросила про бриллианты, бриллианты дарят, да. И причем их даже могут, ну, как правило, один раз в жизни дарят так. Ну, когда как, а если надо еще сюда и сюда, например, то это уже другой разговор. Нет, то есть, то, что японские мужчины не дарят цветы, это совершенно не значит, что они скупердяи, что они сухари там и так далее. Хотя, ну, сухари про них где-то можно сказать. Но, то есть, они очень любят своих женщин, своих жен, своих детей. И это все присутствует. Просто их любовь, она выражается совсем по-другому. Вот, они не говорят ласкивых слов, они не обнимают никогда на людях, они никогда не целуют женщину на людях. Ну, я думаю, что это где-то и в Европе может быть. Не оказывают никаких знаков внимания, да? Нет, ну, в Европе как раз наоборот. Да, это принято. Наоборот. Скажи, пожалуйста, а для них очень важно, чтобы их любимая женщина, жена там, или просто любимая женщина, он ухаживает за ней. Вот, пошли вы в театр, или там ресторан, или я не знаю, куда-то на день рождения, но чтобы она выглядела достойно, в красивом платье, в красивых, там, украшения на ней были достойные. Или, в принципе, поскромнее, даже и лучше для них. Так, значит, тут вообще такая ситуация. Ну, для того небольшого круга, который живет в Токио, постоянно, скажем, посещает какие-то концерты, там, я не знаю, спектакли, балеты, ну, может быть, пожилые женщины одеваются красиво и надевают на себя дорогие вещи, ну, как бы, там, платье или еще что-то. Но молодежь вообще не надевает ничего специального. То есть, вот у нас тут приезжал, этот, господи, так называется, концерт-то нашего, Мариинского театра. Дягилев, Дягилев, ой, не Дягилев. Ой, вылетел сейчас из главного, неважно. В общем, приезжает наш Мариинский театр, мы идем... Гергиев. Гергиев. Гергиев, да. Гергиев. Вот. Мы идем на Гергиево, значит, это шикарный зал в Сантори, там он построен в Токио, в общем, потрясающая совершенно, там, акустика. Все одеты абсолютно просто. То есть, вообще, мы с сестрой вот ходили, оделись красиво там. Вот. В общем-то, мы где-то даже выделялись. Но нам хотелось побыть в платьях, на каблуках. Для меня это тоже, в общем, со мной это случается не так часто, поэтому я тоже была очень рада. Со мной тоже. Идешь с мужчиной абсолютно. Нет, все очень просто одеты, все поскромнее, попроще. И вообще, мужчины на это не обращают внимания. Вот они не обращают внимания на то, как их там, не знаю, жена или спутница одета. Только когда они встречаются. Пока встречаются, да, как-то вот молодежь одевается очень ярко и очень как-то так нарядно. Но опять-таки, очень современно. То есть у них нету там такого, что это каблуки, какое-то строгое обтекающее платье там или что-то. Все такое, в общем, вот такое вот. Ну, очень симпатично, мило. То есть никто не кичит со своими вот нарядами, никто не кичит со своими там бриллиантами. Все ведут себя скромненько, да? Очень скромно, да. Да, абсолютно непонятно, кто вообще... То есть мало того, что одежда, нету даже непонятно ничего с машинами. Вот скажем, если у нас сейчас на родине там кто-то, да, на машине подъезжаешь, ну, тут как-то вот понятно, да, человек еще одет, очень там супер-пупер и из машины, из красивой вышел. Здесь все ездят на поездах. Здесь так же, как в Германии, очень шикарная линия все очень удобные поездов, прекрасное сообщение, все идет четко, быстро, и это гораздо удобнее, чем ездить на машине. То есть в Токио ехать на машине для меня это, например, целое событие. Вот у меня там есть несколько, кстати, видео на канале, когда я в Токио снимала, вот, потому что это была поездка за несколько лет. Гораздо удобнее на поезде, поэтому может рядом стоять вообще человек-миллионер, которого, да, по которому абсолютно естественно... Серьезно? Ну, это, наверное, из-за пробок, да? Из-за пробок, что очень, ну, как бы, легче доехать на поезде или на метро, чем... Нет, ну, на поезде просто гораздо удобнее, да, из-за пробок, из-за всего, из-за времени. А материально, а материально у вас, материально дорого стоит, допустим, билет на поезд, нежели если бы я поехала на авто? Я думаю, что на поезде и на машине не особо отличается, потому что поезда очень дорогие, да. Вот доехать до Токио, скажем, от моего дома это 25 минут, ну, 30, так скажем, это стоит где-то примерно 3,5 евро, наверное, в одну сторону. Ну, я тебе хочу сказать, это недорого, потому что у меня, я еду значительно меньше 10 минут на поезде и плачу почти 4 евро в один конец, а туда и обратно 8, поэтому это у вас дешево. Дорого, да. Вот у меня. Дорого, да. Дорого, да. Так что радуйтесь, радуйтесь у вас еще не так дорого. В общем, у нас все на поездах, и поэтому абсолютно и люди не кичат там ничем, то есть домики, может там вот директор Сони там какого-нибудь, да, он будет жить в простом беленьком домике, обычном, вот самый, как с картиночки просто, вот, из японского журнала, вот, и абсолютно никто не будет знать об этом. И складывать, как корейка, денежки в тумбочку или в подушку. Ну, жить скромненько, жить скромненько и быть директором крупной фирмы, ну, да. Ну, мне кажется, что, как бы тут, конечно, в этом-то счастье, я не знаю, как бы, есть оно или нет, как бы, для каждого человека оно свое, но просто, ну, мне кажется, что немножко японцы слишком скромны, они даже иногда, вот, как-то, мне кажется, не умеют потратить свои деньги, а вот, ну, как-то так правильно, в общем, вот они все время их как-то вот копят там, но, может быть, они в этом смысле, кстати, на немцев похожи. Ну, с другой стороны, вот, я уважаю, мне не нравится, когда человек кичится, вот, из него там со всех карманов все сыпется, а на самом деле, на самом деле, это не так. На самом деле, если по-настоящему богатый человек, у него не будет вот этого напыщенности, кто умеет нормально зарабатывать, они воруют. А вот скажи мне, пожалуйста, Илоночка, какие отношения у вас в Японии в семье, кто является главой семьи и кому принадлежит решающее слово, быть или не быть? Решающее слово. В Японии, может быть, к большому удивлению, при том, что они все бывшие самураи, решающее слово принадлежит жене. Опа! Ура!